Более 4000 тонн вторсырья за первый год работы собрал Экодом Росток, что в Сыктывкарском микрорайоне Сосновая Поляна. От жителей частного сектора на переработку принимают сразу 14 фракций. Здесь и пластик, и макулатура, и стекло, и мягкая упаковка. Сам проект сыктывкарцы называют народным. Организовали пункт приема вторсырья местные жители, а все полученные деньги направляют на благоустройство. Виктория Палкина о полезных эко-привычках. Все наши доходы и расходы, все прозрачно, все можно посмотреть, сколько у нас наставили поступления, куда мы их потратили и какой остаток. То есть это социальный проект, здесь все идет на благоустройство Сосновой Поляны в будущем перспективе, а пока на благоустройство нашего Экодома. Здесь же и вся информация о тех фракциях, которые принимают. Причем есть в списке и то вторсырье, на котором особо не заработать, но его здесь собирают и отправляют на переработку. За доходами не гонятся, просто мечтают, что когда-нибудь их родная Сосновая Поляна станет самым чистым и экологически прогрессивным местом на карте республики. Глобально мы рассматриваем, чтобы все наши жители самостоятельно могли прийти в любое для них премия, от нас не зависеть, со своим ключом и сдать свое вторсырье на переработку. Вот к этому мы сейчас стремимся. У нас уже выдано пять ключей и будем потихонечку выдавать тем, кто уже готов к самостоятельной сортировке. Но пока же большинству все же нужна помощь в сортировке вторсырья. В этом экопункте всегда помогут разобраться с маркировкой на упаковке. Сил у активистов хватает не только на сбор отходов, но и на обустройство самого экодома. Здесь уже заменили двери, а помещение теперь больше похоже на арт-объект, чем на пункт сбора вторсырья. Руку здесь переложили профессиональные художники. Все опыт на самом деле хороший, потому что здесь жители микрорайона Сосновая поляна, они предпринимали попытки установления специальных контейнеров для раздельного накопления отходов, но, к сожалению, не нашлось места для того, чтобы эти контейнеры поставить. И вот такая форма, которую реализовали две общественницы, нужно сказать, что это люди, которые работают, это занятые, но просто увлеченные вопросами сохранения ресурсов люди, они организовали вот здесь пункт приема вторичного сырья. Я считаю, что в сельских населенных пунктах вот этот опыт, он вполне себе может быть дирижирован. Экологический пример заразителен. Так по стопам активистов Сосновой поляны уже пошли в Сыктывдинской шошке. Здесь тоже открыли экопункт и уже собрали больше полутонны вторсырья. И опять же, средства пускают на благоустройство родного села. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Телеканал Юрган.